Доброе утро. Тёплая кухня, кипящий чайник на плите. Об этом Вера Викторовна мечтала 20 лет. Раньше её утро начиналось с того, что по холодному полу она спешила растопить печь. Каждую зиму приходилось закупать до 5 тонн угля. С газом затраты на отопление дома сократятся в три раза. В этом году ежемесячно 9 тысяч я платила. То есть уголь, дрова и плюс ещё колорисят, потому что не нагревалок. Печка нет, грязи нет, чистота, порядок. В общем, газ – это прекрасно. Голубое топливо появляется в домах региона благодаря президентской программе социальной газификации. «Газпром» строит распределительные сети до участков. Жители покупают котёл, редуктор и платят за подведение газа к самому дому. Государство субсидирует эти затраты. 13 категорий льготников в Хабаровском крае получают выплату в 150 тысяч рублей. Особое внимание семьям участников СВО. У Веры Степанюк на передовой сейчас сын. Вчера пытались с ним связаться, чтобы у нас был хотя бы телефонный разговор, либо по видео. Но не получилось. Но мы обязательно сделаем. Хорошо, там пока связи нет. Сделаем, что поговорите. Андрей Турчак приехал в Матвеевку проверить, как реализуется программа газификации. Почти 200 жителей села уже получили голубое топливо. Газовики подвели сети к 800 участкам, даже к тем, где только планируется строительство жилья. Всего в Хабаровском крае до конца 2025 года они должны подключить больше 25 тысяч домовладений. 30 новых населенных пунктов будут газифицированы в Хабаровском крае. А значит, еще 24 тысячи 800 домов получат возможность подключиться к природному газу. И программа, которая стала бессрочной программой до газификации, будет реализована в Хабаровском крае. Масштаб и скорость работ по подключению зависит и от вовлеченности жителей. Не все подают заявку, поскольку не имеют достаточной суммы для приобретения оборудования. Поэтому правительство региона совершенствует подход к субсидированию газификации. Мы разработали нормативный акт, примем его в ближайшее время по автоматическому зачислению этих средств сразу в организацию, которая осуществляет монтаж и подключение, чтобы вообще убрать всю эту бюрократию, чтобы люди не копили, вкладывали, получали компенсацию. Автоматически эти деньги будут поступать подрядным организациям. По решению президента Владимира Путина, программа газификации распространена и на социальные объекты. Школы, детские сады, медучреждения. Самое главное, спасибо нашему президенту, что он такую программу придумал, по которой газифицируется вся страна. Уже миллион двести тысяч подписано договоров. Особенно Дальний Восток, у нас такие холодные зимы, конечно. 900 тысяч участков по стране уже газифицированы. И более 500 тысяч домов, куда уже газ пришел, стоит котел, есть горячая вода, есть тепло. Что значит есть? Есть уют. Правильно? Марина Рожко, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.